Да, там кто-то в офисе меня не увидит? Смотри, веревка там на заднем плане ворочается, это я прыгаю. Я все еще вниз иду, я нажимаю. О, смотри, смотри! Смотри, видите, да? Всех приветствую, сегодня играем в GTA 5. Повод отличной игре юбилей. 10 лет, поэтому я выбрал 10 самых крутых миссий, которые есть. И думаю, вместе с вами сейчас их пройдем, вспомним вообще, как это было. Давайте начинать. Первая миссия называется «Затруднение». Эээ, ты чё? Вы меня не уважаете, потому что думаете, что я араб, да? Ничего подобного, о чём вы говорите? Погоди, погоди, я этот парень. Я его наставник, я так тобой горжусь, Франклин. Чё чё за наставник? Да неважно, забудь. Лады, ну чё там у тебя? Джеймс Де Санта. Какой-то мальчишка уже просрочил платежи, и у меня такое чувство, будто он причиняет машине больше ущерба, чем мы сможем выжать из него в виде заоблачных процентов. Так что давай, забери у него тачку. Дом находится в Хэмстоне, рядом с Эклипсом. Машина, внедорожник. Парень, какой-то папенький сынок из Рокфорд Хиллз. Только не горячись. Постарайся вернуть машину в хорошем состоянии, ладно? Ладно, ладно, не парься. Я так тебя рад видеть, мой мальчик. Удачи тебе. Ну что, поехали? Сейчас будет как раз-таки первое знакомство. Я уже забыл, как главный герой это зовут Франклин. И Майкл. И Тревор ещё у нас, да, есть. Погнали, возьмём какую-нибудь тачку, честно, по-бырому догнать. Церемониться не будем. Погнали на миссию. Так, музыку сразу вырубаем, чтобы никаких не пролетело с кармом так незапланированных. Уйдите от полицейских. Нет, игра, да ты что. Я такого не планировал. Я уже и забыл, что здесь есть копы, которые будут тебя искать, если ты тачку угнал. Давайте сюда заедем по-тихому. Я думаю, перекантуем здесь и поедем дальше на миссию. Ну что, давайте, теряйте. Вроде как в кусты, если зайти, будут быстрее терять, да? Я говорю, я вообще уже практически не... Опа. Какой ты здесь взялся? Хотя проходили мы не так давно. Мы полностью проходили игру примерно в январе, кажется, этого года. Ведь совсем недавно было. А уже 10 лет игры. Пипец. Время летит. Только так. Ну что там, копы? Ну теряйте, быстрее-то ее помать. Ну что, бляха. Или я... Потому что в угнанной машине, может быть, нахожусь. Ну-ка, дай я тебя выйду. С тачки. Поехал, называется, на миссию. Ну, с такими-то, конечно... Я буду долго проходить. А, нет, все, нормально. Пропали. Погнали дальше. Надо хоть вспомнить, как в эту игру играть. Тогда я помню, нормально, вроде уже под конецок точно играл. Как минимум, научился вертолетами, самолетами управлять. Только так. Крутил. Симон, ну шо тебе на-то? Так, ну пока я вожу, я... Сорян, но переводить не буду субтитры, иначе я точно в жизни доберусь до точки назначения. Вроде субтитры более-менее нормально видно, думаю, прочтете. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Проникнуть в дом. Я помню эту миссию. Я все практически миссии помню, потому что, говорю, это было совсем недавно. Изи-изи. Сейчас, сейчас мы проникнем в дом. Там, кажется, садовника надо будет грохнуть. Сейчас посмотрим. По-тихому, да, пробраться? Нажмите Ctrl, чтобы войти в режим скрытности. Теперь вы двигаетесь скрытно. Ну давай. Бля. Семья потревожена. Вот это называется вернулся в GTA 5. Ладно. Еще раз. Сейчас, друзья, надо настроиться. Только настроиться и все. Я думал, если я тихонько подбегу на контроле, то он меня не увидит. Но, как видите, увидел, зараза. Давайте все-таки по-тихому. Как раз таки на начальных миссиях мы с вами и натренируемся. Так, и на R вырубить. Все. Один есть. И надо попасть в дом. Попасть в дом, насколько я помню, где-то можно через через крышу, что ли? Что-то такое. Или через машину? Ага, через тачку, да. В открытое окно. И там по дому нужно потом вот тоже пробираться. Что там ругается? Осуждаю, осуждаю, конечно же. Мы теперь и на Твиче, поэтому... Давайте осторожнее. Не тревожьте жителей. Я постараюсь. Сыночек сидит. В местную эту играет. Call of Duty. Так, дочка тоже. Синие метки на радаре указывают, сколько вы шума производите. Да, я думаю, справлюсь. Шуру-муру у них. Так, а вот и тачка. Ну что, садимся? Погнали. Доставьте машину в салон. Главное, не разбить ее. Погнали. Осторожнее. Вроде бы, миссия такая, да? Ничего сложного. Доставить тачку. Но, друзья, не все так просто, как кажется. Вы посмотрите. А вы не видите, да? А я тоже не вижу, слушайте. А как он там прячется? Он же, по идее, на заднем сиденье должен сидеть, нет? Ладно, сейчас доедем, увидим. Не буду спойлерить. Вдруг кто еще не видел. За 10-то лет. О-о-о, а вот и он. Говорит, езжай, куда собирался. Чувак, это просто изъятие имущества. Эта машина у моего сына, говорит, только появилась. Какое изъятие? Это мошенничество. Ну, пойди, да. Пойди, мошенничество есть. Возврат имущества. Может, мы когда-нибудь и выпьем. Выпьют, выпьют еще и не раз. Ну что, доехали? Я куда? Якобы куда-то вниз. А, просто здесь остановиться. Нам сюда? Да, приехали, чувак. Ясно. Заезжай внутрь. Прям через сраное окно, да, поживее. Иначе я всажу тебе две пули в башку. А он не шутит. Чувак, да ты что, серьезно, что ли? Ты думаешь, я шучу? Бля, чувак, ну ладно. Протараньте витрину салона. Ну что, погнали? Симончик! Жми на газ. Минус мужик. Франклин, мать твою. Ты что творишь вообще? Мистер Симон. Это не то, о чем вы думаете. Я всегда вознаграждаю эту хорошую работу. Еще и денег нам дал. Вали отсюда, пацан. Ах ты, сука, горит. Ах, вырубите Симона. Ну а давай, поморди ему. Нажмите Q, чтобы нанести удар ногой. Ну-ка, давай. О, бля. Опа, рожит аж. Симон! Ох ты, тварь. О! Блин, слушайте, сильный. Контраатаковать еще даже можно. Хренасе, я такого даже не знал. Узнаешь эту тачку, а? Как надеть? Стоит 5 кусков в месяц. Как-то расист гребаный. Чтобы она стоила 5 кусков в месяц, нужно сильно постараться над корпусом. Он сам согласился взять кредит. У меня и подпись его есть, да? И он соглашался, чтобы какой-то мудак к нам в дом вламывался. Может, этот парнишка идиот? Но ты мудак и мошенник. Майкл, блин. Не заставляй меня возвращаться. Ну что? Вот и первая миссия завершена. Затруднение выполнено. И как это будет? Да, мы переходим, то есть, обратно в 100% на наше прохождение. Ну, там практически 100% на самом деле. Ну что, следующую, наверное, будем пробовать. Семейная консультация. Сейчас загрузится. Загрузки только долгие, блин. Вот это, конечно, вообще печалит в играх. Эй, ты! Что случилось, чувак? Уйди с дороги, Майкл, успокойся. Что за херня вообще? Да ничего не произошло, просто недоразумение. Он трахался в моей постели. Да ты гонишь, мужик. Все, было не так. Поможешь? Да черкать же помогу, погнали. Только не убивай его, ладно? Ну уж посмотрим, как получится. Тоже очень крутая миссия, особенно концовка мне понравилась. Следуйте за тренером по теннису. Убить его нельзя, только следовать. Кореш, ты в норме? Что вообще случилось? Чувак мой джину трахнул, вот что случилось. Короче, чувак, который ее в теннис учил играть. Хера горит. Какая тяжелая машина-то, слушай. Еле тянет. А, я, говорит, сноб и рогоносец. Весьма типично. И, кстати, насколько я помню, здесь эту тачку нельзя догнать. Как только мы ее будем догонять, она будет ускоряться и... Ну, соответственно. Вот я смотри, смотри, видите? Я ее более-менее догоняю, но... Бля... Что-то случается. Э, мужик. Мы его, кажется, упустили. Он живет где-то в районе каньона. Мы его найдем. Ну, погнали. Сейчас будем искать его. Найдем его, в принципе, очень быстро. Ругается, ругается все. Так, здесь поворот направо. А вот и поворот. Эй! Он что, в одном из этих странных домов живет, что ли? Да, гляди в оба. Вот тачка. Вот наш гондончик. Хренасе, неплохо ваш тренер здесь устроился. Эй! Мудила! Ты сбежал до того, как мы утрясли наш вопрос. Майкл! Дружище! Да ты все неправильно понял! Сейчас он поймет, как надо со мной связываться. Точнее, не надо со мной связываться. В кузове есть лебедка. Привяжи канат к одному из всех столбов. Хочешь разрушить его дом, что ли? Этот урод разрушил мой брак. Чувак, ну зачем же делать из мухи слона? Ну как скажешь. Я же сказал, этот урок возьми еще, чувак. Так этих уроков было до хрена и больше, чувак. Мне кажется, вы там не только удар слева отрабатывали. Удар слева у Мэнди стал куда лучше. Сейчас договориться. Думаю, тебе стоит подняться к тебе и потренироваться по твоей роже. Да, говорит. Все готово, чувак. Ты пришел в мой дом, взял мои деньги, тарахнул мою жену. Совсем с глазу съехал урод. Слушай, дружище, я искренне раскаиваюсь, это было невежливо. Серьезно, я перед тобой виноват. Ну как мило с твоей стороны, как благородно. Давай, я тебе еще и поаплодирую, ладно? Сраный ублюдок. Чувак, вот сейчас и посмотрим, как тебе понравится, когда твоя жизнь идет под откос. Стой, стой, да ты все не так понял, чувак. Я думаю, он поплатится за это, в том числе и Майкл. Ну вперед, посмотрим, что будет. Чувак, ты реально безбашный. Черт, да ты только глянь, дом уже начал рушиться. Балка сейчас отвалится. Ёпт вы мать. Чувак, эта хрень походу сейчас рухнет. Давай, братан, давай. О, кореш. Да, одна машина может снести целый дом. Да, мать твою, это супер. Ну ты даешь, братан. Мы сделали это. Получил ублюдок. Да, но мы-то точно хотели вот так ярракнуть его сраный дом, да? Мы хотели преподнести ему урок, чувак. А, уж дорогой урок вышел, братан. Э-э-э-э. Говорит, оказали услугу обществу. Вернитесь в дом Майкла. С этого-то все проблемы и начинаются. В жизни наших героев. Мистер Десанто, какого черта? Это же не мой дом. А если я ее сброшу? Да-да-да. Походу, громилы на хвосте, братан. Быстро, неладно, помоги мне с ними разобраться. Убейте людей Мадраса. А я уже домой приехал, зачем мне убивать кого-то? Все? Блядь, где еще-то? А сверху, сверху, сверху идет. Походу, мы от них ушли, у меня почти здоровье кончилось. Спасибо за помощь, парень. Не думал, что было так жарко. Черт. Стащить дом с холма, тот еще способ насолить врагу. А я думал, что все дерьмо в прошлом уже. Даже не знаю, что за хренатень там вообще происходил. Вот черт, мне кажется, сейчас мы его знаем. Вот и еще. Теперь мы должны ему. Вы знаете, кто я? Вы знаете, кто я, а? Нет. Я, кажется, знаю, да? Я знаю, кто ты и где ты живешь. Как тебя зовут? Франклин. Права. Итак, Франклин. Может, расскажешь мистеру Десанта? Кто я такой, а? Мартин Мадраса. Хороший мальчик. Теперь расскажи ему все, что ты обо мне знаешь. Чувак, мистер Мадраса... Мистер Мадраса очень уважаемый бизнесмен. Его по ошибке приняли в руководстве мексиканской банды в Америке и перевозке наркотиков. Но обвинения были сняты, поскольку все свидетели пропали. Умный мальчик. А теперь Майкл. Я задам тебе один вопрос. Зачем ты час назад разрушил мой дом? Представляющий настоящее архитектурное чудо в стиле модерн Вайнвуд. Я думал, его владелец страхит мою жену. Странно, что у тренера по теннису был бы такой дом. Нет, разве? Да, как-то сразу не подумал. Это уж точно. Вот мы и влиплим. Что ж, Натали, придется пожить в отеле, пока идет ремонт за твой счет, да? Да, конечно. И мне кажется, ремонт обойдется где-то ну, в два с половиной миллиона. Разумеется. Да. Какие модельки страшные. Слушайте, только у главных героев более-менее модельки нормальные, а у всех остальных вообще трэш. Черт, а ты в норме, чувак? Как никогда. Че теперь? Похоже, с отставкой придется повременить. Твою мать. О, господи. Да, в долгах ты по самую жопу. У него волосы просвечивают, что ли, из кепки. Жесть. Мне нужен Лестер. Что до суда Лестер, думаю, он в городе. Возможно, пройдет. А, ты который мужик-то нам помогал, помните? Составлением планов. Ладно, я займусь этим, пока можешь идти. Ладно, чувак. Удачи. Да, твою ж мать. Ну что, вторая миссия завершена. Слушайте, быстро как миссии пролетают. Семейная консультация. Продолжаем. Следующая миссия. Ледяной лабиринт. Одна из моих, наверное, любимейших миссий. Теперь уже за Тревором. Сейчас посмотрим, что тут он будет делать. Уоллис, ты реально тупа, безмозглая деревенщина. Это ты, да, права. Чен. Буквоед. Давайте выйдем, обсудим условия. Ну же, ну же, скорее. Джентльмены. По-моему, я доказал, что моя организация может заниматься большими партиями. И я даже сказал, что моя организация надежный поставщик, да? В общем, мы будем действовать вместе. А теперь угостите меня колесами. Боюсь, мы хотим выбрать другое направление. Че? Мы хотим рассмотреть другие возможности. Эй, большой псих, сумасшедший. Хочешь массаж? Заткнись, мать твою. Наш босс, отец мистера Чена, желает большего. Мы хотим перевозить наркотики и, возможно, оружие. Это же цель всей моей жизни. Я же с детства об этом мечтал. Знаете, я всегда хотел быть международным наркодилером и торговцем оружия. Ну вот, я и умоляю вас. Дайте мне шанс. Мне очень жаль. Тебе жаль? Тебе, мать твою, жаль, что ли? Я только что вам сарану душу открыл. А ты говоришь, мне жаль? С кем вы работаете? С кем? Я не могу вам сказать. Не-не-не-не, подожди, ты можешь, мать твою. Более того, ты должен. С кем? С кем? С братьями Анил. С братьями Анил, да? Издеваешься, что ли? Нет. Так вот, насчет братьев Анил. Мне тут сорока на хвосте принесла, что у них большая проблемка. Они срослись с черепами при рождении, доктора им придется распилить. Пошли вы все в жопу. Тревор в своем репертуаре. Один из моих любимых вообще персонажей в видеоиграх. Ну что, Тревор, погнали, доберитесь до фермы братьев Анила. Надо бы тачку взять покрепче. Я помню, в прошлый раз у нас были определенные проблемы, чтобы до них добраться. Дайте-ка я сделаю кое-что. Вот так вот. Думаю, такой транспорт нам подойдет. Слушайте, а у нас куча всякого оружия. Это, видимо, осталось от основного прохождения. Как он кричит. Бедолага. Да-да-да, Тревор. Сейчас мы с ними разберемся. Берем мотоцикл, кто-то не чешный. Ну и погнали. Неужели, говорит, я требую слишком многого? Чуть-чуть успеха. Да, Тревор умеет вести дела. Тихо-тихо. Музычка, давайте я лучше вовту. Слушайте, так приятно вернуться в эту игру спустя столько времени. Я еще модификацию накатил на графику, так и вообще от ас. Я, если сброшу, не буду с тобой. Как я понимаю, если я сбрасываю, то как будто диалог считается засчитанным, правильно? Ладно, больше не буду сбрасывать, вдруг кто не видел. Там, в принципе, ничего такого. Насколько я помню, интересного нет? А ты кто такой? Я извиняюсь. Ну, у тебя мотоцикл просто получше, Санчес. А не, все-таки как-то поприятнее. Так, музыку давай оффнем. И ускоримся. Откуда музыка-то? Можно, конечно, было на фоне чего-нибудь включить, но, как я и говорил, очень много лицензионной музыки и... Хотя, можно, в принципе, при этом болтать. Он парится. Почти доехали. А вот и ферма. Братья Фанил. Целая свора этих Анилов. Я только что выиграл с этим психом Тревором. Он идет сюда. Живо дуйте в лабораторию и займите оборону. Надеюсь, его диоды его задержат, но... Поехали, на встречу с китайцами. К нам надо успеть, получается, их перебить. Уничтожьте лабораторию Анилов по производству льда. Так, в режиме скрытности нажмите левый шип, чтобы включить или отключить быстро передвижение. Но, в принципе, это не надо. я думаю, издалека порастреливаем их. Слышат они? Ни ж нихера не слышат. Валяха. Слушайте, а тут они на открытом пространстве. я, наверное, зря начал стрелять. Я все время хотел эту миссию по-тихому пройти. Каждый раз у меня это не особо-то получалось. бля, где они есть? все кончено. А, я вижу, по карте можно смотреть, точно. Блин, слушайте, их дохерища здесь. Справимся? я думаю, справимся. А, вот, а где ты? Блин, я думал, где тут у меня кто стреляет? Немедленно его остановиться. Да, 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 да. Еще минус один. Где-то еще здесь один. Не в доме сидят остальное. Ну что, все? Ну-ка, давай, закинем вам. С ветерком. Все, погнали в дом. Зачистка началась. Блю, как? Как он меня с одного удара-то? Ладно, у нас есть второй шанс. Кстати, рядом с домом, скорее всего, я в доме и окажусь. Вроде как сохранения нет. Не было. Блин, жалко. Давайте еще раз попробуем. У меня есть? Улучшенный прицел, глушитель. Вот с глушителем, да? Чтобы меня никто не просек. Но я думаю, здесь, скорее всего, невозможно по стелсу полностью пройти. Хотя давайте попробуем, почему нет. Интересно эти. Так, а пистолет с глушителем у нас есть? Ну-ка, дайте. Глушитель. Да, вот с пистолетом, с глушителем возможно получится. Я говорю, просто их там очень много стоит. Мне кажется, нереально. все, пизда. Бегут. Ну ладно, берем тяжелое вооружение. Надеюсь, бронежилетом не хватит. Сверху еще где-то. Говнюки, а? Братья Фанил, сколько же их тут развелось вообще? Штук 50, наверное? Блин, слушайте, ну надо как-то в дом заходить, наверное, с той стороны лучше всего. Что их тут слишком много. Все загорелось, смотри. Ну что? Пошло время поплясать. А я же могу точно еще суперспособность у него есть. Как это называется-то у него? Ярость или что-то типа того? Все, говорит, разлейте бензин. Погнали. Вашу меня никто не убил, там, кажется, еще были метки. Спалю здесь все дотла. сейчас бот эпик момент. Так, осторожнее идем. Так, хил давай возьмем. Чтобы меня никто с дробаша тут случайно не пристрелил. Я уверен, что где-то здесь еще прячутся люди. Блядь, да что ж такое это игра? Ах ты зараза, ладно. Ладно, видимо, надо сначала весь дом зачистить и потом уже лить воду. Ну, сейчас мы с дома начнем. Пойдем-ка застрелим-ка сразу всех, кто здесь остался. Пожа, сейчас никого нет. А, так они исчезли. Блин, слушайте, это крак неинтересно. Я-то хотел их всех перестрелять. Ладно. Не критично. Шибко не расстроюсь. Погнали дорожку делать. А, чтобы бензина хватило. Я помню, у меня как-то раз на какой-то миссии тоже надо было поджигать. Это вроде из доп. миссии было. У меня, блин, бензина не хватило. Я так щедро налил. 86. Но пока хватает. Идем-идем-идем-идем-идем-идем. 80. Но я думаю, хватит. Как раз таки примерно так и рассчитано. Чтоб хватило. Лей-лей, не жалей. Музончик еще в тему. Деревенский такой. Чувствуйте этот запах. Чувствуем, чувствуем, Тревор. Практически все. Бринжалка по-тихому не удалось. Ладно, когда-нибудь в другой раз. И подожгите дорожку. понеслась, жара. Крутые чуваки не смотрят на взрывы, да? Так, но это еще не все. Отойди подальше от фермы. Погнали. Мне казалось, это все конец миссии на этом. Хотя, может, надо просто подальше отъехать и конец миссии? Да, выполнено. Ледяной лабиринт. Башкой протерли. 29-ая миссия, Трое это компания. F.I.B. Не помню, кстати, про чем миссия. Идите к Дэйву. Привет, Майкл, Дэвид. Это мило. А мне никто не сказал, что давай на свидание. Извините, парни, но этот сладостарасный жеребец весь мой. Блестяще. Амиго, ну ты, наверное, знаешь уже, кто я, да? Извини, но у тебя, кажется, бейджик отвалился. Жестко. Мне нравится. Надо будет это все записать и всадить тебе пуль в башку мудила, ты надоедливый. Андрес, ты записываешь? Это же просто потрясающе. Это обязательно должно войти в мое шоу? Ты видел мое шоу? Как одеться, словно ты камео-ярджи в дешевом гольф-клубе? Итак, отлично сработано в деле нашего мистера-друга Кейн. Ну, не стоит благодарности. Обожаю помогать правительству, особенно, когда она воюет само собой. Но ты завершил ошибку. В самом деле, сладкий, заткнись, мать твою, пока я тебя не задушил. Жизнь у него, глаза такие. Шутки кончились, приятель. Ты будешь с уважением относиться ко мне и к моей команде. Уточни, когда... кто вообще входит в твою команду? Только вы трое? Или все ФРБ? А может все правительство? Потому что до сих пор мы не проявляли особого ужения к твоим коллегам. Тогда, может, начнешь с меня, гений? Все, я понял, приятель. К нам поступило сообщение о том, что мистера Кея удерживают... Да я только с этим разобрался. Люди из управления решили все из-за твоей дурацкой выходки в морге. Нам нужно вытащить его, пока он не проболтался. Но я же просто выполнял указание, нет? Ну, значит, твоя первая ошибка в том, что ты связался со старым агентом, который живет только за счет былой славы. Теперь ты мой, амиго. От этого дела зависит моя карьера. Она для меня много значит, чувак. И раз мы уже все стали друзьями и приятелями, значит, она важна и для тебя. А теперь бегите, детишки. Ну что ж, будем начинать, миссиум. Ну, видишь, Дэйв, старого пса тоже можно научить новым трюкам. Тишков, здорово, привет, приятного просмотра. Сядьте в машину Дэйва, ну, пойдем. Это, кажется, первая миссия, где они все втроем будут, главных героев, срабатывать. Так, отвезешь нас в какое-то место, да? Тихо, специально для тайных операций. Лятер, красивая игра. Даже спустя 10 лет. Херенно. еще бы, конечно, фризы бы убрать вообще в ноль, чтобы не было ни одного. Тогда, думаю, было бы еще круче. Эй, Дэйв, ты тачку самых налогов купил? Направляйтесь к месту встречи, два с половиной километра. Ну, поехали. Постараемся как-то осторожно ехать. Так, понадобится команда, первого парня зовут Франклин. Я почти его даже не знаю, он чинит мою машину. Звони ему, или я отправлю людей в дом его тети. Ладно, ладно, чувак. Франклину тоже досталось. Майкл, ты не вовремя я тут занят. Эй, слушай, процесс пошел. Помнишь наш разговор тот? Нужно, чтобы ты подъехал на участок. Ладно, все пучком, братан, я сделаю это. Да, Майкл уже предупредил Франклина заранее об этом деле. Так, и Тревору еще, да? Это глупо, Дэйв. Реально тупо. Ты должен думать о плане. Все остальное за мной. Так, осторожно, 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 осторожно. Ай, чуть-чуть покоцал. Все, мы на месте. Всю эту тачку разбил. Они уже здесь, Тревор уже здесь. Наш, пожалуй, тебе лучше залечь на дно, пожалуй, так и сделаю. Кто этот хитрый, а, чувак? Да нет, я про другого хитрого. Не про тебя. Эй, Ти, завязывай с этим псевдополитическим бредом. Франклин, честное слово, лучше не ввязывайся в это. Черт, да я свай, мужики. Майкл, тут какая-то, типа, прям как любовь отца к сыну, что ли, или что? Эй, слушай, если хочешь кем-то займите отца, тебе есть вариант получения жирная змеюка. Я же говорю, он псих. Да, и лучший друг. Именно. Это Тревор, мой лучший друг. И это Франклин, да, хотел бы иметь такого сына. Так, парни, слушайте сюда. А че там горит за здание, смотри, на фоне, видите? Это нормально? Или это какой-то баг? Франклин, прикрошь меня с другой стороны. Порадовать этих гандонов. Так, че мы сделаем? Они помогут вызволить Бреда? Насчет Бреда поговорим позже, ладно? Мне нужно переодеться, а вы беритесь за дело. Рад познакомиться, кореш. А, да ладно, как скажешь. Вот он, раб правительства. Да, да, выкуси. Полетели? И у каждого здесь персонажа еще будет свое собственное мини-задание. В рамках этого большого задания, то есть, это задание можно, грубо говоря, пройти на... за трех персонажей. Так, нажимайте 4, 5, 6, все понятно. Я примерно помню, как управлять на вертолете. Я думаю, справлюсь первого раза. Ничего лишнего мне не отключить, потому что у меня на эти клавиши вроде что-то уже было поставлено. Рассуждают старые дела. Жалко, что Бред-то... Да, я помню, как мы ту тайну раскрыли про Бреда. Было неприятно. Тихо, 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 тихо. Главное, не бануться. Сейчас-то я лучше управляю, ведь, да, игра? А, надо пониже. Подожди, а куда? На крышу надо? Подлети прямо к стене. А, прямо сюда. Ничего. Если что-нибудь отмочишь, пока я там залезу наверх по этой веревке и повешу тебя на ней, понял? Да, да. Спуститесь по тросу к окну офиса управления. Нажмите... Так, прыгайте, чтобы спускаться быстрее. Херена, да? Там кто-то в офисе меня не увидит? Равнее, равнее. Чуваки стоят такие. Прикинь, кто-то в офисе сидит такой, а тут мужик прыгает. Так, включите вид изнутри офиса. Я сейчас засуну тебе эту штуку в задницу. Бедный чувак. Смотри, веревка там на заднем плане ворочается. Это я прыгаю. Я все, что вниз, я нажимаю. Я занимаюсь вообще кинооборудов. Смотри, смотри. Ты думаешь, ты крутой, да? Посмотрим, как ты запоешь эта штука. О, нет, нет, нет. Все, влетаем. Что за херня? Прикончите его, решите проблему. Выберите Франклина. Как переключаться, я забыл. На кью, на альт, на альт. Ножи, помоги мне. Да все, все, чувак. Все, готово, вытаскивай его. Это недопустимо, да нормально все. Не трогай кей, я хочу допросить этого чувака. Майки, тебя стреляют, нельзя так оставлять. Так, все, переключайся обратно. Я думаю, зачисти все. А все, вроде всех зачистил. Майкл, не зли, сделай что-нибудь. По-твоему, это смешно, что я болтаюсь, тут как мишень, да? Хватит ныть, ты прям как пухленькая тинеджерка, у которой гормоны вгрызлись. Давай, поднимай нас. Ладно, ладно. Ой, там еще вертолеты, похоже, мы привлекли лишнее внимание. Минус один. Блин, сложно. Минус второй. Не совсем чисто, конечно, сработанном пойдет. Так, минус второй. Так, персонажу опасность угрожает. Не-не-не-не, я не хочу, я хочу на этого, да-да-да-да, о-о-о, с пулемета. Вот так вот, нехер делать. Все? Все чисто, давайте садиться. Полетели. Погнали. Понял, командир. Посадите вертолет в точке встречи. Погнали. Нормальная миссия, да? Я говорю, чем дальше, тем жарче будет. Эй, Фрэнк, наблюдение снято, можешь уходить. А вы кто вообще такие мужики? Да неважно. Они сказали, что работают на правительство, я занимаюсь домашними кинотеатрами. Да мне плевать, кто ты. Это почему вы это делаете? Эй, не беспокойся, у меня друзья в бюро, они все тебе объяснят. Вы спасли меня. Спасибо, чуваки. О, лучше бы ты не благодарил. Бюро, они ведь все владят, да? Я уверен в этом. Не волнуйся, мужик, они позаботятся о вас. Эти люди со мной только что не делали, я ведь американский гражданин. Ну, почти мягкая посадка. Ладно, идем. Эй, полегче с ним. Ты, вы спасли меня. Эй, нет, я не хочу. А ведь его потом будут пытать, это жестко, самая наружеская миссия в GTA 5, когда Тревор Бот там использует всякое разное. Вроде она у меня не включена, насколько я помню. Да, не включена. Шестеришная ФРБ, да? И на нового товарища, он скорее мой протеже. Правда? Учишь, как состариться раньше времени? Ага, или как остаться... Хороший парень вроде. Майкл, ну ты подумай, а? Новый город, новые проблемы. И только идиоты не меняются. Да, пожалуй, так. Вертолетик себе заберет. Ладно, Тревор, еще увидимся, даже. Не сомневаюсь, дружище. Все, улетел. И вот в этот момент у Тревора появляется вертолет, собственно. Так, ну что ж, видите, да, пожар идет у дома. Что это за срань? Откуда это взялось? Я такого не помню. Ну что, все? Миссия завершена? Все, выполнено. Трое, это компания. Погнали дальше. Let's play.